Как можно весело и с пользой провести летние каникулы? Можно поехать в деревню к бабушке или с родителями на море. Можно отправиться в путешествие или в выездной лагерь. Но вдали от дома отдыхать все три месяца получается не у всех. Поэтому в июне свои двери для учеников младших классов распахивают пришкольные оздоровительные лагеря. В одном из них, в поселке Совхоз имени Ленина, побывала и наша съемочная группа. Каждое утро в лагере «Пчела» начинаются зарядки. Нехитрые упражнения помогают сбросить остатки сна и зарядиться энергией на долгий, насыщенный событиями день. Разминка, пробежка и на закуску – самая любимая детворо-часть зарядки – игра в салки. После физических нагрузок ребята отправляются прямиком в столовую, где их ждет сытный вкусный завтрак. У нас здесь очень вкусно кормят. Мне больше нравятся макароны с сыром, потому что они полезные. В макаронах очень много витамина. Много чего тут нравится, поэтому все перечислить я не смогу. Кормят нас очень хорошо, и даже если вкусно, добавки дают. И мы потом можем бегать, не знаю, на край света. Ну, до края света бежать не приходится. Главное – продержаться до обеда. Хотя за таким количеством разнообразных занятий ребята не замечают, как бежит время. Каждый день в лагере не похож на другой. Школьники уже побывали на многих экскурсиях, узнали новое и интересное. Мне очень нравится этот лагерь, потому что в нем всегда очень весело. И есть друзья, а так все выезжают, и во дворе нечего делать, болтаться просто. Мы ездили в детский городок Видное, и мы катались на разных аттракционах. Мы были в цирке, катались тоже на аттракционах, были в зоопарке, видели верблюда, гусей, орла, кроликов видели и лису видели. Она такая красивая, и кролики такие миленькие-миленькие. Нет времени скучать. Друзья все время играем, бедимся иногда, даже смеемся. А если вдруг плохая погода, то есть дождь, мы проводим время, естественно, в школе. У нас многие кабинеты очень хорошо оборудованы. То есть есть у нас интерактивные доски, где мы можем спокойно прийти и посмотреть любимые детские мультфильмы, фильмы. Поиграть в игры. Есть чем заняться детям и на школьной территории. Активные игры на спортивных площадках, веселые эстафеты, планшеты, сотовые телефоны. Ребята о них и не вспоминают, просто некогда. Мальчишки гоняют мяч, соревнуются в силе и выносливости. Мы играем в футбол. Я впервые один раз забросил в круг, ну там в теннисе. Вот это была моя любимая игра. Первые? Я тоже люблю футбол. И это... Один раз, когда я пошел на футбол, и наша команда выиграла. У девчонок не менее интересные дела. Кто-то прыгает со скакалкой, другие осваивают давно известную, но в последнее время позабытую игру в резиночке. Игра в резиночку, она развивает, ну, ловкость. Я в нее научилась играть в школе и на физкультуре. И в лагере вожатые нам продолжают показывать новые игры. И мне они очень нравятся. Несмотря на насыщенные мероприятия, мидни есть в расписании ребят и место для серьезных занятий. Уроки безопасности проходят в лагере несколько раз. Сначала теория. Здесь ученики вспоминают основные правила поведения при возникновении различных ситуаций. Потом практика в школе. У нас была эвакуация, которая связана с эвакуацией не только пожарной, но и с антитеррором, с какими-то событиями, которые могут произойти не только в результате пожара. Мы провели эту эвакуацию. Затем мы сделали анализ этой эвакуации с ребятами. Провели, что правильно, что неправильно, как в следующий раз лучше себя вести, как правильно выходить, как это сделать быстрее и качественнее. Еще одно занятие по правилам дорожного движения. «Я пешеход» и «Безопасный путь домой» проходят на улице в реальных условиях. Воспитатели на практике объясняют детям азы дорожной азбуки, закрепляя важные правила пешеходов, а также дают вводные знания о знаках для водителей. Этот знак обозначает то, что тут есть лежачий полицейский. Этот знак не для пешеходов, а для водителей. Водитель обязан снизить скорость и его переехать на маленькой скорости. «Если хоть перейти дорогу, надо выглянуть из машины, посмотреть. Направо, сначала налево, потом направо. Если машина едет, лучше отойти в сторону, на бордюр. А потом опять выглянуть, когда она приехала, нет ли машин. И пойти». «Во дворе, если есть дорога, не выбегать на дорогу, играть на площадке детской». Усвоив урок, ребята с песнями возвращались в школу. В лагере «Пчела» каждая минута проходит весело и непринужденно. А самое главное – с пользой для здоровья и ума. Как жаль, что смена подходит к концу. Как здорово, что впереди еще целых два месяца каникул. Нужно так много успеть. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.